Здравствуйте, друзья! С вами Роман Шевченко и я рад представить вам очередное видео из цикла Торгуем с FIBA. Сегодня рассмотрим валютную пару Новозеландец с долларом США. Ситуация очень интересная, торговый сигнал можно назвать близкий к классическому, к идеальному. В общем, ситуация очень прикольная, мне нравится. Мы видим восходящий канал, сейчас пара торгуется в некой такой зоне накопления, это приблизительно 0.7150-0.72, достаточно широкая зона накопления, особенно если смотреть на 30 минут, на 15 минутку опускаться. Но для общей картины мы сейчас смотрим именно 4-х часовой временной интервал. Более того, пара торгуется не только в зоне накопления, уже второй торговый день, в принципе уже полтора дня прошло от текущей недели, и все это время практически пара находится в этом диапазоне. Это говорит о том, что не совсем понятна ситуация, не совсем понятно, в каком направлении будет двигаться в дальнейшем цена. И при этом мы сразу видим, что третий раз тестируется нижняя граница восходящего канала. Соответственно, есть два основных сценария, которые следует здесь рассматривать. Безусловно, наиболее приемлемый для большинства трейдеров все-таки был бы отскок от текущей области и возобновление роста, выход выше 1, точнее 0.7230, что в принципе подтвердит готовность покупателей продолжить рост к 0.7310 и далее в перспективе уже в область 75 фигуры. Это основной сценарий, который более идеален и приемлем для большинства трейдеров. По какой причине он более идеален, более приемлем? По той простой причине, что тренд у нас восходящий. Даже если мы вернемся на дневной временной интервал, мы с вами увидим первую волну роста, проторговка, вторая волна роста, проторговка еще более длительная. И сейчас мы наблюдаем третью волну роста. Вполне возможно, здесь будет формироваться коррекция. Более того, обращу внимание, что достаточно сильное восходящее ценовое движение происходило без более-менее глубокой коррекции. Если мы возьмем уровни коррекции Fibonacci, то мы с вами увидим, что текущее коррекционное снижение, вернемся на 4 часа, составляет приблизительно, если совсем так округлить, то 23,6% Fibonacci. Это достаточно мало. Соответственно, возврат котировок в область 50% или же 38,2% является ожидаемым результатом для коррекционного снижения. Давайте я удалю, для того, чтобы не было лишних линий и не захламлялся график. Соответственно, мы понимаем, что отметка 0,720, которая является не только психологическим уровнем, не только она расположена ровно практически посредине ценового диапазона по коррекции Fibonacci между 38,2% и 50% по коррекции Fibonacci. Также мы видим, что это достаточно сильный технический уровень, который вот здесь вступал в качестве сопротивления, потом трижды удерживал продавцов от снижения. После достаточно хорошего ценового движения произошла коррекция и последний импульс, вот это вот последнее ценовое движение, также имело начало как раз у данного уровня 0,720. Соответственно, если мы видим прорыв не только технического уровня поддержки 0,7165, вот здесь я его показываю, не только прорыв вниз вот этой технической области поддержки, но и нижняя граница восходящего канала, то с высокой степенью вероятности мы будем с вами наблюдать дальнейшее снижение, то есть развитие более глубокого коррекционного снижения. В данном конкретном случае потенциал движения нормальный, 150 пунктов, там чуть больше 150 пунктов, что в принципе очень-очень хорошо, даже при том, что если условно взять стоп лосс в 50 пунктов, да, во всю ширину вот этого ценового диапазона, что на мой взгляд не совсем целесообразно, но даже если взять по максимуму, то соотношение риск-прибыли будет 1 к 3, то есть минимально необходимое условие будет выполнено. Как правило, по данной валютной паре я не использую ордера стоп лосс более чем 20 пунктов. Достаточно часто я использую ордера стоп лосс 15-14 пунктов, если мы перейдем на часовой временной интервал. И допустим, если бы мы рассматривали покупку от нижней границы восходящего канала, от нижней границы желтого диапазона, то мы видим, даже если мы где-то вот здесь бы покупали с вами, стоп лосс у нас, ну вот, минимум на расстоянии в 15 пунктов, стоп лосс в 20 пунктов абсолютно спокойно выдерживает норму. Почему на данном этапе я не открыл длинную позицию, а в принципе не исключаю развитие коррекционного снижения и не считаю целесообразным покупать до момента фиксации в выше желтой области? По той простой причине, что у нас уже есть первый максимум, второй и третий, каждый из которых ниже предыдущего. Также обращу внимание на то, что есть первый минимум и второй минимум, который ниже не только предыдущих, но и вот этого. Второй минимум обновил, то есть пробил вот эту вот линию, первую сильную техническую область поддержки. Соответственно, есть риск того, что будет развиваться более мощная волна снижения. Выход именно из этого ценового диапазона для меня и позволит определить дальнейшее направление ценового движения. Фиксация котировок выше, чем 0.7200 является первым подтверждающим сигналом того, что пара сможет продолжить рост к 0.7310. А это у нас еще 100 пунктов потенциал для движения, даже по большому счету 110 пунктов, что очень-очень хорошо даже при торговле в объемом 0.1 лот. Это 110 долларов потенциальной прибыли. При риске, даже если взять риск в 20 долларов, то соотношение 20 пунктов, соотношение риска прибыли будет 1 к 5. Это очень и очень хорошее соотношение. Если же мы получим быстрый возврат ниже желтой области под линию восходящего тренда, под нижнюю границу восходящего канала, с очень высокой степенью вероятности мы получим дальнейшее развитие событий, то есть дальнейшие продажи. И соответственно при стоп-лоссе в 20, максимум 25 пунктов, мы получим потенциал движения в 150 пунктов, то есть соотношение риск-прибыли у нас будет с вами очень и очень хорошее. На этом у меня в принципе все. Хочу предупредить вас о рисках, сообщить о том, что все увиденное и услышанное вами в этом видео является исключительно моим мнением и не может быть воспринято как прямое руководство в действии. Еще раз благодарю за внимание. Кому заходит данный формат, поддерживайте данные видео лайками. Можете писать комментарии, с радостью на них буду отвечать. Возможно у вас какое-то другое мнение. Или вы согласны с тем, что нужно торговать вверх при выходе и вниз при выходе вниз, соответственно из боковика. Возможно вы считаете, что какой-то сценарий, к примеру, бычий сценарий уже не актуален, потому что там и так далее. Пожалуйста, расписывайте, это будет полезно и мне почитать, и другим трейдерам, которые смотрят эти видео. Еще раз благодарю за внимание и до встречи в следующих видео. Я надеюсь мы еще на этой неделе встретимся. Всем удачи!